Бег, основное средство передвижения в футболе, применяется для выхода на свободное место или преследования соперника, занятия определенной позиции в обороне и нападении. В процессе игровой деятельности используются следующие разновидности бега. Бег с ускорением, бег спиной вперед, приставным шагом. Техника челночного бега. Разумеется, челночный бег имеет множество разновидностей. Все они завязаны на расстоянии, времени отдыха, увеличивающейся и уменьшающейся дистанции. Тренировку на выносливость необходимо строить на базе нескольких техник челночного бега. Но ключевая техника должна быть одна, и зависит она от позиции на поле. Для центрального защитника. Первое. Бег туда-обратно на 10 метров. Второе. Бег на 20 метров с максимально быстрым прохождением поворота. Поворот должен быть резкий. Третье. Бег туда-обратно на 10 метров. Четвертое. Бег на 20 метров и т.д. Для крайнего защитника. Бег между тремя фишками, установленными в прямую линию, расстояние между фишками 15 и 30 метров в течение одного полного цикла. Отдых 30 секунд. Полный цикл. Первое. Бег туда-обратно на 15 метров. Второе. Бег туда-обратно на 45 метров. Третье. Бег на 45 метров. Четвертое. Бег туда-обратно на 30 метров. Пятое. Бег на 45 метров. Прыжок. Способ преодоления пространства путем быстрого перемещения тела после отталкивания от опоры. Выполнение толчком одной или двух ног. С места или разбега. В футболе прыжки наиболее часто применяются в борьбе за высоко летящий мяч и при выполнении ударов по мячу головой. Остановки. Прекращение действия движения после остановок в футболе обычно следует перемещение в различных направлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть стартовой позой для последующих действий. Повороты. Изменение направления пути движения футболиста в процессе игровой деятельности. Повороты выполняются как на месте, так и в движении. Они входят также составной частью в технику выполнения некоторых способов ударов, остановок, ведения и финтов.